приветствую всех на моем канале сегодня я вам предлагаю повязать спицами будем вязать вот такие пинетки носочки на двух спицах на возраст примерно ну год год и три размер манекена 12 сантиметров пряжу мне китайская молочный хлопок вот так выглядит этикетка тут примерно 150 грамм на 50 метров спицы я буду использовать два с половиной миллиметра и начнем мы вязать с передней части пинетка сейчас нам нужно набрать 18 петель я буду набирать эластичным способом вы можете набирать любым другим удобным для вас способом делаю первую петельку веду спицы под петлю на большом пальце в петлю на большом пальце большой палец вниз захватываю петельку с указательного пальца и вывожу через петлю на большом пальце захват как при обычном классическом наборе спицы веду под петлю на большом пальце в петлю на большом пальце большой палец вниз захватываю ниточку с указательного пальца и вывожу через петлю на большом пальце затягиваем и так я буду набирать 18 петель 17 18 освобождаем одну спицу первые три ряда будем вязать платочной вязкой то есть лицевые петли из лицевой с изнаночной стороны первую кромочную снимаем не провязывая остальные петли лицевыми и кромочную провязываем изнаночной петлей 2 изнаночный ряд все то же самое кромочную снимаем остальные петли вяжем лицевыми и кромочную в конце ряда изнаночной петлей и я как обычно помечаю первые кромочные для своего удобства так третий ряд кромочную снимаем остальные петли кроме кромочной провязываем лицевыми кромочной изнаночной петлей а вот 4 изнаночный ряд мы уже провяжем изнаночными петлями кромочную снимаем остальные петли вяжем изнаночными кромочной изнаночной петлей так дальше мы с вами будем вязать узор узор состоит понятно в ширину из 18 петель а высоту из 6 рядов вот сейчас я с вами провяжу первые 6 рядов а дальше вы будете просто повторять эти шесть рядов первый ряд раппорта кромочную снимаем дальше нам нужно сделать перекрещивание вот этих двух петель первую петлю я переснимаю вторую провязываю лицевой возвращаю на левую спицу то что переснимала а то что провязала на правую и провязываю лицевой петлей 1 лицевая петля следующие две петли снова делаем перекрещивание первую снимаю не провязывая 2 лицевой возвращаю ну то есть меняю местами до петли и довязываю не провязанную 1 лицевая петля и еще раз переснимаю петлю провязываю вторую возвращаю переснятую на левую спицу а провязанную на правую и довязываю лицевой мы довязали до середины теперь будем делать то же самое перекрещивание три раза только уже с наклоном вправо поэтому рабочую нить заводе вперед переснимаем петлю следующую провязываем лицевой теперь возвращаем не провязанную на левую спицу а провязанную на правую и довязываем лицевой петлей 1 лицевая снова перекрещивание 2 петель рабочую нить вперед переснимаем петлю провязываем следующую меняем их местами и довязываем то что не провязали 1 лицевая петля и последняя третье перекрещивание рабочую нить вперед меняем местами и кромочная изнаночной петлей 2 изнаночный ряд раппорта кромочную снимаем далее 1 изнаночная следующую петлю переснимаем не провязывая как изнаночную далее 2 изнаночные петли следующую переснимаем не провязывая снова 2 изнаночные петли и следующие уже две петли переснимаем так как это центр был вот эти две петельки мы пересняли и повторяем 2 изнаночные следующую переснимаем снова 2 изнаночные переснимаем 1 изнаночная и кромочная изнаночной петлей так третий ряд раппорта кромочную снимаем не провязывая далее 1 лицевая петля следующие 2 петли перекрещиваем 1 лицевая петля следующие 2 петли снова перекрещиваем 4 лицевые петли и теперь будем делать перекрещивание с наклоном вправо рабочую нить вперед провязываем меняем местами 1 лицевая петля следующие 2 петли тоже перекрещиваем меняем местами 1 лицевая петля и кромочная изнаночной петлей 4 изнаночный ряд раппорта кромочную снимаем далее 2 изнаночные петли следующую переснимаем 2 изнаночные петли следующую переснимаем 4 изнаночные петли следующую переснимаем 2 изнаночные петли переснимаем 2 изнаночные петли и кромочной изнаночной петлей пятый ряд раппорта кромочную снимаем далее 2 лицевые петли следующие 2 петли меняем местами тут уже хорошо видно вот эта косичка у нас должна уходить вот так в сторону переснимаем провязываем меняем местами довязываем 1 лицевая петля и эти следующие 2 петли тоже перекрещиваем 2 лицевые петли следующие 2 петли перекрещиваем 1 лицевая петля и еще раз меняем местами эти две петли 2 лицевые петли и кромочная в конце ряда изнаночной петлей 6 заключительный ряд раппорта кромочная 3 изнаночные петли следующую переснимаем теперь 2 изнаночные петли следующую переснимаем 2 изнаночные петли следующую переснимаем 2 изнаночные петли следующую переснимаем и остается 3 изнаночные петли и кромочная в конце ряда изнаночной петлей все мы связали 6 рядов раппорта дальше начиная с первого ряда узора повторяем и еще пять раз самостоятельно и так я довязала сейчас у меня всего по 20 кромочных с каждой стороны я отметила маркером конец манжеты то есть у нас первые четыре ряда это были платочная вязка вот они 2 кромочные и далее 2 раппорта узора 1 2 3 1 2 3 вот конец манжеты и в длину носочка еще провязано 4 раппорта узора дальше мы будем вязать мысок будем делать убавление первый ряд мыска кромочная убавление с наклоном влево для этого я петли разворачиваю и провязываю две вместе лицевой за заднюю стенку дальше мы вяжем по рисунку 1 лицевая меняем местами две следующие петли 1 лицевая снова меняем местами две следующие петли перекрещиваем их теперь в другую сторону рабочая нить перекрещиваем следующие 2 петли 1 лицевая снова перекрещиваем две следующие петли 1 лицевая убавление с наклоном вправо 2 вместе лицевой за переднюю стенку и кромочная изнаночной петлей 2 изнаночный ряд мыска кромочная 3 изнаночные петли следующую петлю переснимаем не провязывая как изнаночную то есть рабочая нить впереди 2 изнаночные петли следующие 2 петли переснимаем рабочая нить вперед переснимаем не провязывая далее 2 изнаночные петли следующую переснимаем не провязывая 3 изнаночные петли и кромочной изнаночной петлей третий ряд мыска кромочную снимаем убавление с наклоном влево петли разворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку 1 лицевая петля следующие 2 петли перекрещиваю 4 лицевые петли следующие 2 петли перекрещиваем рабочая нить вперед и меняем их местами 1 лицевая петля далее убавление с наклоном вправо 2 вместе лицевой за переднюю стенку и кромочной изнаночной петлей 4 изнаночный ряд мыска кромочную снимаем далее 3 изнаночные петли следующую петлю переснимаем 4 изнаночные петли следующую петлю переснимаем 3 изнаночные петли и кромочной изнаночной петлей 5 ряд мыска кромочную снимаем убавление с наклоном влево 2 вместе лицевой за заднюю стенку 1 лицевая петля следующие 2 петли перекрещиваем 2 лицевые петли следующие 2 петли перекрещиваем 1 лицевая петля и убавление с наклоном вправо 2 вместе лицевой за переднюю стенку и кромочной изнаночной петлей 6 изнаночный ряд мыска кромочная 3 изнаночные петли следующую переснимаем 2 изнаночные петли следующую переснимаем 3 изнаночные петли и кромочная изнаночные петли и кромочная изнаночной 7 ряд мыска кромочную снимаем убавление с наклоном влево 2 вместе лицевой за заднюю стенку 1 лицевая следующие 2 петли перекрещиваем и теперь перекрещиваем следующие 2 петли с наклоном вправо 1 лицевая петля и убавление с наклоном вправо 2 вместе лицевой за переднюю стенку кромочной изнаночной петлей восьмой изнаночный ряд кромочную снимаем 3 изнаночные петли следующие 2 петли переснимаем не провязывая 3 изнаночные петли и кромочной изнаночной петли и кромочной изнаночной петлей 9 ряд мыска кромочную снимаем убавление с наклоном влево далее 4 лицевые петли убавление с наклоном вправо и кромочной изнаночной петлей 10 изнаночный ряд мыска на спице 8 петель кромочную снимаем остальные петли вяжем изнаночными итак мысок мы довязали убавление больше делать не будем далее будем вязать вот мы на мыске убавляли петли сейчас на подошве мы будем прибавлять петли будем вязать лицевой гладью первый ряд подошвы кромочная остальные петли вяжем лицевыми последнюю тоже провязываем лицевой теперь добавляем петельку из кромочной из 17 я всегда пересчитываю 17 я считаю от манжета вот она 17 и провязывать мы будем то есть добавлять петельку мы будем не за обе стенки подхватывать а вытягиваем из дальние полупетли с лицевой стороны она дальняя с изнаночной стороны когда будем вязать она внутренняя то есть мы всегда вот эту одну свободную полупетлю всегда оставляем снаружи то есть внутреннюю подхватываем давайте еще раз вот она кромочная я подхватываю внутреннюю полупетлю из нее вытягиваю дополнительную петельку 2 изнаночный ряд кромочную снимаю остальные петли изнаночные последнюю тоже провязываем изнаночной добавляем еще одну петельку из 17 кромочной на этот раз с изнаночной стороны добавляем с внутренней полупетли вот так лицевой ряд все петли лицевые последнюю тоже лицевой и плюс одна петля из следующей кромочной и следующей полупетли кромочной изнаночный ряд все то же самое кромочная все петли изнаночные и дополнительная петля из внутренней полупетли и кромочной с изнаночной стороны петельку добавляем вот так и продолжаем так вязать пока на спице не будет снова то же количество петель что мы набирали изначально по 17 я довязала сейчас у меня на спицах снова 18 петель дальше мы продолжим вязать лицевой гладью параллельно присоединяясь в каждом ряду кромочным и чтобы общее количество петель не увеличивалась будем вязать так кромочную снимаю все петли лицевые до последней петли вот у нас осталась одна петля и и при переснимаем на правую спицу из следующей кромочной свободные поднимаем внутреннюю полупетлю возвращаем их на левую спицу эти две петли провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку изнаночный ряд кромочную снимаем далее все петли изнаночные до последней петли осталась одна петля переснимаем на правую спицу подхватываем внутреннюю полупетлю от кромочной и возвращаем эти две петли на левую спицу и провязываем изнаночной петлей и продолжаем вот так вязать лицевой гладью длину подошвы до манжеты с лицевой стороны мы провязываем 2 вместе лицевой с изнаночной 2 вместе изнаночной вяжем до манжету у меня манжет помечен маркером если у вас не помечено то вяжем до последних 8 кромочных и так подошву довязали осталось по 8 кромочных с каждой стороны далее будем вязать пятку пяточку мы будем вязать укороченными рядами первый ряд кромочную снимаем далее вяжем 15 лицевых петель или до последних двух петель осталось две петли теперь нам нужно развернуться и вязать обратно и для того чтобы у нас не было большого расстояния то есть переходы были менее заметны мы будем провязывать будем делать двойную петлю то есть будем провязывать с лицевой стороны следующую лицевую петлю как обычно только на ряд ниже вытянули петельку одеваем ее на левую спицу вот у нас теперь получилось двойная петля и разворачиваемся второй ряд пятки вяжем 14 изнаночных петель до последних двух петель осталось две петли с этой стороны мы тоже будем делать двойную петлю делать будем то же самое только провязывать изнаночной петлей на ряд ниже петельку получившуюся одеваем на левую спицу разворачиваемся третий ряд снова вяжем лицевыми петлями не довязывая 2 петли до двойной петельки 12 лицевых вот наша двойная петля мы не довязали до нее 2 петли делаем двойную петельку провязываем лицевой на ряд ниже получившуюся петлю одели на левую спицу разворачиваемся 4 изнаночный ряд вяжем 10 изнаночных петель не довязывая 2 петли до двойной вот двойная не довязали 2 петли следующую петельку провязываем на ряд ниже изнаночной петлей разворачиваемся пятый ряд 8 лицевых петель не довязывая 2 петли до двойной делаем двойную петельку разворачиваемся 6 изнаночный ряд 6 изнаночных петель а следующую петлю вот двойная делаем двойной 7 ряд вяжем до конца ряда лицевыми петлями до кромочной 5 6 а вот эти двойные провязываем тоже как обычную лицевую петлю только подхватываем сразу две стеночки 11 и кромочная 12 изнаночной петлей разворачиваемся 8 изнаночный ряд кромочную снимаем и вяжем до конца ряда все петли изнаночными довязали до двойной и и мы тоже провязываем как обычную изнаночную только одновременно подхватываем две стенки и кромочной изнаночной петлей и так мы связали первую часть пяточки теперь будем вязать вторую часть но уже как бы наоборот у нас по центру оставалось 6 петель вот нам сейчас нужно до них довязать и еще 6 петель центральных кромочная 11 лицевых петель так у нас по бокам 6 и по центру центральные 6 петель следующую петельку делаем двойной провязываем лицевой петлей на ряд ниже получившийся петлю возвращаем на левую спицу разворачиваемся 10 изнаночный ряд вяжем 6 изнаночных петель а следующую петлю делаем двойной разворачиваемся 11 ряд вяжем 6 лицевых плюс 2 петли двойная петля 7 8 а следующую делаем поворотный двойной разворачиваемся 12 изнаночный ряд вяжем уже 8 изнаночных петель плюс 2 петли 8 двойная 9 10 а следующую петельку делаем поворотный 13 ряд вяжем 10 лицевых плюс 2 10 двойная 11 12 а следующую петлю делаем поворотный 14 изнаночный ряд вяжем изнаночными до последних двух петель 13 14 следующую петельку делаем поворотный пятнадцатый ряд 16 лицевых петель последнюю 16 лицевой и у нас первой части пяточки образовалась кромочные из нее я добавляю подхватываю две стенки петли кромочной добавляем дополнительную петельку разворачиваемся 16 изнаночный ряд кромочная 18 изнаночных петель последние 18 и плюс из кромочные за обе стенки подхватываю добавляем дополнительную петельку теперь у нас на спице 20 петель пяточка готова вот такой незаметный получается переход мы почти довязали носочек осталось связать манжету я поменяю цвет нити хочу чтобы мой носочек был поинтересней поярче белую ниточку я отрежу мне на больше не пригодится итак первый ряд мы свяжем лицевыми петлями кромочную снимаю остальные петли до последней петли вяжу лицевыми и где-то в середине нам так как мы продолжим дальше вязать резинкой нам нужно резинка один на один нам нужно нечетное количество петель поэтому я вот примерно в серединке добавлю еще одну петельку провязываю одну петлю два раза за переднюю стенку и эту же петлю за заднюю все теперь у нас на спице 21 петля и вязать мы будем также как вязали подошву последнюю петельку переснимаю на правую спицу маркер убираю подхватываю внутреннюю полупетлю от кромочной и провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку изнаночный ряд кромочная а дальше будем вязать резинкой один на один начиная с лицевой лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так чередуем до конца ряда заканчиваем ряд лицевой также как и начинали и осталась одна кромочная и и переснимаем на правую спицу подтягиваем подхватываем внутреннюю полупетлю от кромочной и провязываем 2 вместе изнаночной разворачиваемся этот маркер не нужен разворачиваемся и теперь продолжаем вязать по рисунку пока не закончатся все кромочные вот когда останется одна кромочная с изнаночной стороны там мы будем закрывать петли кромочная вяжем по рисунку изнаночная лицевая изнаночная лицевая и так до конца ряда с лицевой стороны мы провязываем 2 вместе лицевой с изнаночной это я про конец ряда а с изнаночной стороны тоже самое только 2 вместе изнаночной петлей и так я довязала манжету у меня осталось по одной кромочной с каждой стороны вот я провязала предпоследний лицевой ряд вот одна петля у меня осталось я ее переснимаю на правую спицу и вот в последних рядах кромочную я буду подхватывать не дальнюю полупетлю а обе стеночки петли и точно также провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку разворачиваемся заключительный ряд закрываем петли я буду закрывать эластичным способом вы можете закрывать любым удобным для вас способом первую снимаю не провязывая дальше мы видим перед нами лицевая петля значит накид делаю на себя провязываю лицевой пропускаю через накид и через предыдущую петлю следующая изнаночная значит накид от себя провязываю изнаночные пропускают через накид и через предыдущую петлю лицевая накид на себя и изнаночный накид от себя и так закрываю все петельки осталась одна петля ее переснимаю подхватываю кромочную за обе стенки петли накид от себя так как мы будем изнаночные провязывать накид от себя провязываю 2 вместе изнаночной петлей пропускаю через накид и через предыдущую петлю все ниточку можно отрезать вы меня просили показать как я прячу ниточки сейчас я прячу иногда иголкой иголкой удобней иногда крючком вот сейчас у меня нет иголки под рукой я крючком спрячу я делаю такой аккуратный узелок и просто под петельками протаскиваю кончик нити и то же самое и то же самое делаю со светлой ниточкой и на сегодня у меня все пинетки носочки готовы спасибо за просмотр ровных вам петелек всем добра